Новости продолжаются. Финансирование летнего детского отдыха останется на уровне этого года. Несмотря на новые экономические условия, пройти оздоровление на российских курортах смогут более тысячи детей. О том, кто сможет отдохнуть этим летом и что изменилось в сфере социальной защиты, рассказала журналист Нинель Семяшкина. По путевкам мать и дитя в 2016 году отдохнут более тысячи окружных детей. Это 800 человек из очереди 2014 года и 200 из 2015. Таким образом, в новом году количество детей, отдохнувших на российских курортах, останется на уровне прошлых двух лет. Для этого в бюджете 2016 было предусмотрено более 64 миллионов рублей. Цифра превышает выделенные средства в 2014 и в 2015 годах. Стоимость одной путевки составляет в среднем 52 тысячи рублей. В новом году изменения коснутся и социальных льгот. Так, до 1 января 2017 года округ приостанавливает финансирование дополнительного горячего питания. Его предоставляют школьникам из малообеспеченных семей в праздничные и выходные дни. Ежегодно такую льготу получают около 170 городских школьников, а также учащиеся сельских школ. Сегодня даже в городе Наринмаре люди приезжали, ребенка привозили попитаться, а сейчас даже не привозили, а брали ребенку увезти продукты на машинах. Доход показывают низкий, к сожалению, у нас есть, на Наринмаре у нас есть проблемы неформальной занятости. Когда доходы в правках по 10 тысяч, но люди имеют хорошие квартиры, хорошие машины и ходят ноги в шубах. Но тем не менее, когда они понимают, что им какая-то льгота предоставлена, наш народ такой, что он от этой льготы не готов отказаться. Тем не менее, питание в учебные дни сохранится прежним. Завтраки и полдники получают все ученики независимо от дохода семьи. Сегодня стоимость одного школьного обеда или завтрака составляет 107 рублей. Дополнительного питания для детей из малообеспеченных семей – 50 рублей. На обеспечение этой льготы ежегодно в окружном бюджете выделяется отдельная строка. В 2013 году на эти цели было выделено порядка 104 миллионов рублей, в 2014 – более 101 миллиона, и в 2015 – более 160 миллионов рублей. Что касается социальных выплат, в новом бюджете предусмотрены средства на их индексацию. С 1 сентября следующего года они увеличатся на 4%. Исключения составят выплата за особые заслуги перед округом и ежемесячная компенсационная выплата для пенсионеров в 3100 рублей. Также будет приостановлена выплата в 10 тысяч рублей ко дню семьи приемным семьям. Сегодня им оказывается достаточная поддержка, и эта норма является дублирующей. Существенные изменения ожидают пассажиров общественного транспорта. С 1 января изменится порядок оплаты проезда на городских и муниципальных маршрутах. Право на бесплатный проезд получат учащиеся и студенты, имеющие доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. Также без оплаты смогут ездить лица старше 70 лет. Со скидкой в 20% или за 15 и 20 рублей будут ездить студенты-очники, учащиеся до 18 лет, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. За 80% от стоимости билета сможет проехать целая категория граждан. Среди них пенсионеры, ветераны труда и военной службы, супруги ветеранов Великой Отечественной войны. Единственная категория, которую необходимо будет получить дополнительные справки, это дети, у которых доход на члена семьи ниже одного прожиточного минимума. Все остальные категории, которые обозначены в законе, они имеют право сегодня в рамках льготы, которая им предоставляется. И у них есть удостоверение на эту данную льготу. Оптимизация окружных расходов в 2016 году коснется госслужащих и работников бюджетных структур. Организации сократят премиальные и стимулирующие выплаты. Оклады и все коэффициенты останутся вне сокращения. По словам Ниналь Семяшкиной, новый бюджет депутаты постарались сформировать максимально адресным, справедливым и социальным.